Знаете, какой у меня самый любимый ужин? Тот, который сам себя готовит. Вообще без моего участия. Вот мы сегодня так и сделаем. Он сегодня сам себя приготовит. Гарнир, горячий, все вместе. Дорогие, дорогие, но я же не пошутила. Мы действительно сейчас все вот эти ингредиенты подготовим. Выложим аккуратненько в одну сковородку и отправим ее в духовку. И дальше прям можно расслабиться, налить себе бокальчик вина и ждать, пока ужин сам себя приготовит. Сегодня будем есть курочку. Для начала мы подготовим наши овощи. Это наш гарнир. У меня сегодня корень петрушки и морковка. Если у вас такая средненькая морковка, ее можно либо прям так оставить, или разрезать ее вдоль. Если у вас какая-то огромная попалась, знаете, прям бывает такая хигантская. Разрежьте на 4 части, потому что все наше блюдо, весь наш ужин будет пекаться от 35 до 45 минут. Поэтому если вот такая вот махина, режем. Подготовим лук, подготовим чеснок, подготовим лимон. А потом вернемся к нашей курице. Так это скажем, барану. Нет, это не моя зубная щетка. Это специальная щетка, которой я чищу овощи. Я пойду сейчас это сделаю не самым изящным образом в раковине и вернусь к вам. Субтитры сделал DimaTorzok Любое мясо, любую птицу, я советую обильно посолить. Причем, если позволяет время, сделайте это за 12 часов, за 24 часа до готовки. Это очень сильно изменит вкус, текстуру, и вообще это классно. Погнали. Наша задача взять нашу птицу и кожей, которую мы только что посолили, положить вниз на эту чудесную чугунную сковородку. Как только мы это сделаем, мы ее ставим в покое. Если вы начнете каждые 2 минуты поднимать и проверять покоричневелую и зарумянилась ли кожа, поверьте мне, она отклеится от дерев... Короче, будет прям ужас. Прям мясорубка. Поэтому мы положим курочку, и прям на 5-9 минут мы ее оставим в покое. И дадим ей прямо подрумяниться. И очень важно, чтобы масло было хорошенько прогрето. Я все сказала. Слышите, как моя цыпочка шкварчит тут? На самом деле, этот момент можно смело опускать. Берете какую-нибудь форму для выпекания, выкладываете аккуратно курочку, причем это могут быть бедра, это могут быть ножки, в принципе, любая часть, ну там, где есть мясо, не берите крылышки. И не берите грудки, они все-таки суховатые. Поэтому бедра, слышите, или ножки, выкладываете, выкладываете сверху овощи, сверху поливаете оливковым маслом, можете добавить, чтобы было больше жидкости, белое вино. Или, если не хочется белое вино тратить на свою цыпочку, вы в себя белое вино, а туда, например, овощной или куриный бульон. И отправляете в духовку. Причем оливковое масло и бульон могут буквально занимать сантиметр вашей формы. Но корочка, корочка, корочка наша вся. Вы слышите эти звуки, если бы вы еще чувствовали запахи? Давайте оливковым маслом, специальным для готовки, смажем наши овощи. Обязательно чеснок, морковку, лимон, лук. Обязательно используйте различные травки. У меня сегодня тимьян, по-нашему это чабрец. И розмарин. Смотрите, все, что у вас есть. Но то, что выдерживает температуру на протяжении 40 минут, та же самая петрушка и укроп превратятся в кашу. В разогретую духовку на 35-45 минут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...